Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня нашу вебинарную встречу мы посвятим использованию навыков рукоделия в условиях современного ДОУ. Во-первых, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вам удалось все-таки вырваться, да, я не знаю, из таких оков домашних каких-то, да, и вы сидите здесь сейчас в нашей вебинарной комнате. Я хочу представиться. Меня зовут Мещихина Светлана Игоревна. Я работаю совершенно обычным воспитателем в совершенно обычном детском саду. Параллельно веду предпринимательскую деятельность. Также художник, дизайнер, основатель проекта в помощи воспитателю, руководитель. И, ну, в общем-то, вот она, я перед вами и есть. Да, немножко только в другом виде. И что мы сегодня будем делать? Сначала я расскажу вам о материалах и инструментах, которые вам пригодятся, которые вам будут необходимы для изготовления лэпбуков. И сделаем два таких тематических кейса. Это «В гостях у сказки для театрализованной деятельности» и «Моя Россия» по патриотическому воспитанию. Я думаю, что эти кейсы очень пригодятся вам в педдеятельности. Также по результатам опроса я вижу, что многие все-таки уже используют лэпбуки. Лэпбуки, еще раз повторяю, это тематические кейсы, в которых собрана информация по какой-то определенной теме. Это и задания, игры, какие-то еще там, не знаю, ну, всевозможный материал. Очень полезный и очень эффективный, который можно использовать. Все отлично. Тогда мы сейчас с вами рассмотрим материалы и инструменты. Так, что вам в первую очередь понадобится? Вам понадобится изначально принтер. Да? Ну, принтер я показать не могу. Ну, принтер у вас должен быть с СНПЧ, то есть это система непрерывной подачи чернил. Если у вас будет принтер с обычными картриджами, вы просто разоритесь на краске. Такие принтеры – это Epson, да, вот я использую лично Epson, и с краю у него есть такие бутылочки. Уже встроенные, уже он такой шел у меня с фабрики. То есть я не устанавливала эту систему, она уже была встроенная. Дальше вам понадобится обязательно основа для наших лэпбуков, да? Я использую. Это потолочная плитка. Плитка потолочная, моющаяся, обязательно гладкая со всех сторон. То есть вот с этой стороны и вот с этой стороны обязательно должна быть гладкая. Никаких рельефов быть не должно, иначе ничего не получится. Дальше вам понадобятся ножницы. Я использую икеевские ножницы, самые лучшие за... Ни разу не встречала лучших ножниц, чем вот такие икеевские ножницы. Стоят они, по-моему, 55 рублей. Сейчас, не знаю, упало очень давно и очень много. Дальше вам понадобится пленка цветная. Она продается в рулончиках вот таких вот, да, 50 сантиметров строительных материалов. Вы можете использовать такую. Можете использовать, как у меня, пленку. Это профессиональная пленка Аракал, но я не вижу особой разницы, потому что достать такую пленку не совсем легко. Все-таки мы будем отталкиваться от того, что очень просто достается, да? Понадобится двусторонний скотч. У меня он тоже профессиональный. Вы можете покупать обычный скотч. Только самое очень важное, да, в этом деле, он должен быть у вас вспененный. Не тонкий, как мы привыкли использовать, да, на утренниках особенно, к стене. Что-то приклеивать. Нет, вот такой скотч вспененный. Ну, то есть он такой толстенький. Понадобятся обязательно распечатки. Вот наши распечатки. И понадобится вам вот такой инструмент. Это нож. К выбору ножа подходите очень серьезно. Работать вам с ним придется очень долго. Очень, не просто долго, да, а очень тесно с ним работать. Выбирайте нож с прорезиненной, вот с такой прорезиненной прокладочкой. Чтобы рука не соскальзывала. Потому что резать придется вам столько, очень много. И клей. Клей. Вот он у меня без этикетки. Но это клей титан. Стоит у нас 160 рублей. Вот такая большая банка. Не используйте другие какие-то клеевые основы. Да, это ПВА. Бумажный. Они очень, 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 очень мокрые. Очень влажные, очень жидкие. И для нас они не подходят. Просто, если вы будете использовать клей ПВА, например, у вас пойдет все пузырями. И вы будете очень долго ждать, когда же это высохнет. И еще такой нюанс. Вся краска на струйных принтерах идет на водной основе. Она просто у вас растечется. Да, вот прям такие разводы останутся. Так. Делать мы с вами будем изначально. Сделаем мы с вами ширму, лэпбук ширма для театрализованной деятельности. Что вам понадобится? Вам понадобится... Давайте я немножко. Вам понадобится две основы А3. У меня нарезаны. И две основы А4. Обязательно. Режете обычным ножом. Понадобятся полоски. Для того, чтобы сделать основу, дойдите очень внимательно к своему рабочему месту. У вас должен быть большой длинный стол. Изначально я беру заготовку А3. Так, давайте-ка я чуть-чуть свернусь и скажите... Видно? Видно меня? Что-то кто-то говорит, не видно. Вот. Ага, видно. Все, давайте открываюсь. Видно будет вам сейчас только мой стол и слышно меня. Вот так открываюсь. Создаем основу, да? Я не показываю вам готовый продукт сейчас, что у нас получится. Мы... У нас изделие будет рождаться на ваших глазах. Смотрите, что делаем. Это пленка. Двусторонняя. Ой, не двусторонняя, а самоклеющаяся. Смотрите. Подложку убираете, ложите на стол. Работайте обязательно при закрытых форточках, потому что... Сквозняк такая пленка не любит. Накладываете. Берете упорчик. В моем случае это кусочек пластика. В вашем случае это могут быть кубики от Лего. Не кубики, а... Ну, составляющие, да? Лего конструкции. Ставите. Зачем нужны упорчики, чтобы ровно приклеить? Хвост. Видите, остался хвост. Убирайте сразу. О том, возможности исправить не будет. И еще одну наклеиваем сверху. Хвостики, видите, остаются? Убирайте сразу ножом. Попробуйте согнуть. Сгибается хорошо. Дальше. То же самое со второй стороной. Работайте на полоскости. Очень хорошо, наверное, меня слышно, да? А если поставлю микрофон, сюда будет плохо видно. Все то же самое. Давайте вот так вот попробуем взгляд. Так, наверное, лучше слышно. То же самое. Ставим упорчик. И приклеиваем. Костики взбираем. У меня это все очень ловко получается, потому что я таких ловкостей в своей жизни сделала, наверное, что... Я не знаю. Что, наверное, точно сделаю. У вас это будет немножко дольше времени занимать, потому что кто-то из вас будет делать это впервые. Так. Готово. Теперь нижняя часть. То же самое совершенно. Сейчас я покажу. Получше. Точно так же накладываете на стол кусочек пленки. Так. Нужно. Требет к фею. Очень удобно работает с ними, потому что все-таки плохо работает стояно. так видно что делаю все упорчики мне уже не понадобятся завершающий этап изготовления основу для нашего будущего кейса вот так он у вас будет открываться все основу собрали теперь дальше вот она моя основа просто будем продолжать я немножко пораньше это сделать попозже поймете почему я клеила пораньше сейчас начинается у нас самое сложное и самый такой ответственный момент это приклеивание наших наших распечаток смотрите у нас не у всех есть принтер до формата а3 меня тоже его нету поэтому я распечатываю на а4 и в последующем просто стыков не видно будет не переживайте если сделаете все правильно дальше вам понадобится такая штука которая у меня почему-то вот такая штука вы можете использовать обычную пластиковую карточку я использую ракет это профессиональный инструмент для прикатки пленки но я им вот размазываю клей мне очень нравится очень хороший инструмент теперь клей не наносите его очень обильно не наносите наносите умеренно обильно если вы нанесете клея много он у вас будет очень долго сохнуть что не есть хорошо просто очень устанете ждать волнообразными крупными движениями наносите клей сейчас попробую показать нет еще не видно потому что клей прозрачный так далее вам нужно равномерно распределить клей по плоскости если вы распределите его неравномерно в последующем образуйте пузырек и эстетичность вашего кейса будет уже пузырьками как-то знаете не очень смотрится равномерно клея распределили посмотрели на свет не осталось ли не промазанных он даже блестит видите у меня все промазано дальше начинаем клеить ничего сверхъестественного все очень просто далее я использую еще один ракет но одеваю на него носок я не так давно сняла я одеваю носочек чтобы не поцарапать мою распечатку то же самое с второй распечаткой стыкуем прямо ага не сказала печатаем на плотной бумаге если у вас бюджет позволяет напечатать на фотобумаге можете напечатать на фотобумаге смотреться это будет вот так у меня фотобумага вот она заклеена давайте поближе видно теперь будем клеить обложку то же самое ничего сложного и наносится точно так же вот ими волнообразными движениями в таком состоянии да когда вы уже все приклеите вам нужно будет заготовочку просушить в течение в течение в течение в течение трех четырех а может быть даже и пяти часов смотрите сами как она у вас сейчас поймете для чего нужно будет просушить вот у меня уже организовывается ничего сложного здесь нет самое долгое наверное здесь до изготовления вообще любого пособия именно тематического кейса да какого-то это вырезание добора потому что их очень много доборных элементов вырезать приходится даже знаете бывает целый вечер сидишь и вырезаешь чтобы а сборка сама занимает очень немного времени вот такая штучка получается вот так открываю с этой стороны точно так же приклеиваете с этой стороны точно так же никаких каких-то других технологий пожалуйста не используйте сейчас у меня это немножко подсохнет а мы на этом этапе с вами сейчас посмотрим на ваши вопросы кому-то что-то непонятно или не понятно всем понятно или непонятно кому-то что может можем просто дальше продолжить есть вопросы вот на данном этапе все ясно пока да все тогда дальше едем все дальше тогда поехали смотрите теперь доборы я пока уберу чтобы у меня подсохнут теперь доборы у вас будут загадки и сейчас начнем сразу устанавливать у вас будет вот такая штука это распечатано на а4 посмотрите сзади я сделала очень такую ошибку да я состыковала это кусочком белой пленки поэтому ее не видно вот она состыкована вот она состыкована белой пленкой вы можете состыковать это проклеить скотчем обычным широким и у вас так же будет собираться гармошку очень длинная смотрите вот этот край не срезайте вот вот сзади он у меня немножко вот так вот загибаться будет у вас он тоже будет загибаться потому что впоследствии вы сюда промажете клей и приклеите уже к основанию пока это отложим дальше у вас будет вот такой добор книжка по сказке как собираете книжку все очень просто все делается на клей здесь у меня она уже собранная если не хотите на клей собирать можете на степлер но нужен очень мощный степлер вот книжка задание найди отличия далее найди заплатку это визуальная здесь пазл будет и здесь тоже будет пазл не отклеивается еще не успела схватиться так дальше у вас еще знаете что будет очень интересная штука сейчас я вам скажу ее так у вас будет вот такой модуль вот с такими актерами на палочке вот именно сейчас мы сделаем такого актера что вам понадобится вам понадобится вот такая фигурка они идут в комплекте у нас вот такая фигурка вам понадобится понадобится палочка ля люля кебаб ля люля кебаб вот она обычная палочка ну если у вас есть какие-то другие палочки можете использовать другие палочки и клей очень обильно наносите клей Вот этот острый кончик обязательно срезайте. В таком положении оставляйте сохнуть на 3-4 часа. Теперь давайте приступим к ширме. Вот она у вас ширма. Сейчас вы поймете, почему я ее сделала заранее, потому что мне нужно вырезать вот эту вот штуку. Мне нужно обязательно вырезать, чтобы вам уже можно было что-то демонстрировать. Ставить в сказке что-то. Режу я ножом, совершенно обычным ножом. Видно? Видно. Ношу мне не подойдет такой, потому что она очень... Работайте с очень острым лезвием, иначе можно испортить заготовку и придется переклеивать. Острое лезвие, это очень важно. Мне очень удобно все-таки сидя работать. Сейчас попробуем что-нибудь... Тема, чтобы что-то организовалось, чтобы вы поняли, о чем у нас вообще идет речь. Вот, в общем-то, вот так вот должно у вас быть. Все. Но обязательно, обязательно, обязательно дождитесь, чтобы заготовка высохла. Иначе у вас ничего не получится. Вы порвете просто заготовку ножом, за нож начнет цепляться клей и, соответственно, испортится. Далее загарки фиксируем. Загарки фиксируем снизу вверх. Иначе они у вас не будут просто так. Работаем только с титаном. Ну, в крайнем случае, вы можете использовать клей-карандаш. Но клей-карандаш очень быстро рассыхается и теряет свое клеющее свойство. Я это делаю все на глаз, вы, пожалуйста, размечайте у себя. Хотя бы примерной линеечкой что-нибудь где-нибудь там чиркните. Ну, можете тоже на глаз. На глаз-то я, конечно, делаю. У меня чуть-чуть ехало. Ну, не страшно. Поправить я уже не могу, потому что клей схватывается. Ну, не удастся вообще. Ну, не приключено здесь. Чурмань. Обязательно? Ага, забыла сказать. Смотрите, чтобы ваши загадки очень легко, вот, как бы, отгибались, да? Они же должны отгибаться. Сделайте следующее. Сложите, прикладываете линеечку и поднимаете вот этот кайш. Подняли. Перевернули. У вас останется заломчик вот здесь. Перевернули, положили линеечку. И не пишущей ручкой, которая не пишет, продавливаете с оборотной стороны. Несколько раз. Тогда у вас будет вообще без проблем сгибаться. И слой вы верхний не нарушите у бумаги. Задание у меня отпечатано на плотной бумаге, на обычной плотной бумаге. Называется у меня она «Маэстро Экстра». Вы же можете печатать, если у вас такой бумаги нет в наличии, можете печатать на обычной бумаге для черчения. Не возбраняется. Только самое главное, чтобы эта бумага была гладкая. Иначе испечатки получатся очень рыхлые. На ощупь просто пощупаете прямо в магазине. Если она гладкая такая, то это ваша бумага. Можете ее спокойно покупать и печатать на ней. Так. Давайте посмотрим. Видите, кривовато у меня пошло. Ничего страшного. Вот они отгибаются, загадки. Ага, не приклеилось еще до конца. Это снизу. Будут отгибаться у нас последующие. Пусть все-таки немножко подсохнет, потом в конце семинара мы посмотрим. Далее фиксируем нашу книжку. Вот сюда. Верхний модуль. Так фиксируем. Промазываете полностью. Так же умеренно обильно. Не видно клея. Он совершенно прозрачный. Ничего не видно. Все приклеили. Далее у вас идет вот такой модуль. Карточки. По карточкам здесь есть задание. Это поле. Для лото, для мемори, пожалуйста, на ваше усмотрение. Устанавливается вот сюда. Я устанавливаю на двусторонний скотч. Очень меньше он не успеет высохнуть, и мы не сможем смотреть готовый блюд. Вы тоже можете использовать двусторонний скотч в своей практике. Также не возбраняется. Вот такая получается основа нашего кейса. Это нижнее основание. Далее. Кармашек для карты. Смотрите. Он объемный. Сейчас будем учиться делать такой карман. Вы берете кусочек, выглядело из головы, как называется, кусочек плитки потолочной. Берете, нарезаете его, не очень приятно. Все-таки это пенопласт, да? Нет, это не пенопласт, это вспененный полистирол. Смотрите, скотч наклеиваете сначала на одну сторону. Потом на другую. И нарезаете по размеру вашего кармашка. Раз. И основание. Здесь у вас будут лежать доборы. Это, по-моему, у нас... Да, это на Эдивент. Здесь будут такие карточки. Вот с такими элементами. От этого поля. От большого. С этого поля все эти. Элементы. А это делаем сразу. Давайте ловим кармашек. Угу. Я неправильно клеила. Сейчас увидите, почему. Мне придется уменьшать карман. Смотрите. Вот эту часть. С карточками, да? Для лото. Видите, немножко сюда, поближе. Потому что, посмотрите, у меня карман не влазит. Все очень аккуратненько. И все. В общем-то, ваш объемник готов. Можно его фиксировать уже к основанию. Элементы сюда у меня. По-моему. этот кармашку меня тоже не полезет вот тоже нужно мешать его тоже меньше так вот Ничего, вот второй объемный кармашек. Силую карточки, в общем-то, могу своей. Еще и без проблем. Видно? Вот это карточки. Карточки от вот этого поля. То же самое. Иди с карточкой. Угадай сказку. О, карточки. Так, дальше у нас осталась с вами недоделанная книжка. Смотрим. Найди заплатку визуальная. Здесь у нас должны быть пазлы. Вот они. Контуру точно так же вырезаете. И здесь тоже кармашек. Смотрим. Здесь кармашек не объемный. Здесь он обычный совершенно. Можете просто приклеить кармашек. Можете так же на двусторонний скотч. Но вы можете столкнуться с такой проблемой, что вы не найдете такой тонкий скотч. Узкий. Не тонкий, а узкий. Вам нужно будет следующее сделать. Сейчас я вам продемонстрирую. Как можно широкий скотч тончить. Тончить. Даже не знаю, как правильнее будет. Кармашек фиксируете вот сюда. Элементы пазла будут у вас заходить вот сюда в этот кармашек. Логично. Показывать не будет хорошо. И здесь то же самое. Здесь маленькие такие доборчики. А, вот давайте я вот этот покажу. Потому что могут возникнуть сложности. Смотрите. У вас кармашек. Он немного шире, чем ваш доборный элемент. Поэтому что вы делаете? В общем, смотрите. Просто крепите. Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот. Прямо на серединке. Вот скотч. Вот здесь. Сейчас я сразу покажу, как можно уменьшить скотч. Шире, ну, скотч. Так. Ой. Что-то не склеится. также фиксируете и маленькие вот эти доборы вот эти маленькие все здесь еще будет один тормашек но это я не буду показывать я показал уже если у нас время останется мы доделаем до конца так теперь посмотрим что получилось и не нужны ваши вопросы именно по изготовлению давайте мы раскроем как мне нужны ваши вопросы по этому этапу давайте я сейчас свернусь и посмотрю вопросы так 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 плотность можете брать 60 можете брать плотность 125 и можете брать плотность 250 у меня 250 плотность так вопросы на этом этапе все понятно все понятно пока нет вопрос все дальше тогда поехали начинаем изготавливать не изготавливать организовывать вот эти две стороны что делаем что у нас туда приклеится ой-ой-ой сюда у нас приклеится вот такой домик чуть-чуть чуть-чуть не ориентируется оказывается визуально вот сюда он приклеится давайте мы один приклеим чтобы вам понятно зачем мы его туда а один сделаем с нуля просто приклеим приклеим здесь будут жить наши герои вот так вот они у нас здесь будут жить сейчас мы из кармашек еще один да я беру точек пластика вы можете сразу нарезать по какой-то ширине определенной да я этого делать не буду сразу я сначала делаю вот что мне почему то так проще кажется наращиваем объем нашему карману еще одному почему нужно объем этому карману потому что героев очень много и очень важно чтобы они все там уместились если скотча нет у вас можете на клей это все собирать весь этот объемный карман ничего страшного тоже будет очень хорошо держаться я сейчас делаю очень мега объемный вы это сейчас увидите скотч я наклеила и скотч еще наклеил с обеих сторон вот так все мы уже завершаем нашу работу остаться только один так точно так же по размеру нарезаете режьте ножницами можете ножом но ножом знаете очень такой звук неприятный я лично не могу резать мне это так тяжело дается далее снимаете подложку со скотча и фиксируете уже своему домику кармашку вот так получается без нижнего основания объемный чуть-чуть побольше нарезаем вот такую кармашку фиксируете вот сюда примерно одинаково вот такой кейс у вас должен получиться а подождите 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 сейчас еще что сделаем очень интересную вещь смотрите у меня два кусочка моей плитки потолочной я сейчас буду приклеивать их вот сюда такого в инструкции нет если кто-то уже заказывал а не я придумала моя дочь когда мне сказала ой мама я так что-то хочу сделать ну давай что-нибудь сделаем и вот сейчас я покажу кто мы с ним здесь то же самое скотчем проклеиваете одну сторону нижнюю то тут без разницы скотчем проклеиваете скотчем проклеиваете скотчем проклеиваете Смотрите, что такое будет, кто знает. Наверное, догадались же все, да? О, вот и получилось. Это маленький, маленький, маленький. Маленький козленок. Теперь давайте что-нибудь возьмем через колобок. Если очень серьезно к этому подходить, да, то очень нужно поработать над цветом в основном. Видите, мы здесь. Так, вот такая штука получается. А вообще, изначально была задумка вот такая. Вот такая штука должна получиться. Сейчас мы ее наполним. И закроем. И будем отвечать на наш вопрос. На самом деле элементов очень много, но они все ходят. В общем-то, вот у вас что должно получиться. Вот такая штука. Вот такая штука. Очень нужная. Очень нужная. И очень полезная. С этой стороны выглядит это вот так. Вот так вот выглядит. То есть это ширина. Совершенно обычная. Далее собирает. Далее собирает. Как собирает. Вот такая. Вот такая. Вот такая папочка должна у вас получиться. Здесь можете сделать два отверстия. И продеть ленточку. И завязать. В общем-то, вот и все по сказке. Давайте вопросы на данном этапе. Какие, ну, в общем-то, вообще вопросы по изготовлению. Вопросы, вопросы, вопросы по изготовлению данного кейса. Вопросы все равно должны быть. Да, Оксана, я знаю, что у вас есть такой театр. Теневой театр действительно получается очень хорошо. Но я, видите, этим не занимаюсь. У меня любит очень дочь. У нее получается прям вообще превосходно. Как она это делает, я не знаю. Обязательно у нее проконсультируюсь. Так, 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 подождите. Как называется клеющая плитка, которая соединяет основу? Клеющей плитки у нас никакой нет. У нас основу соединяет вот такая обычная самоклеющаяся пленка. Продается она в рулончиках в строительских магазинах. Скотч? Ага, про скотч. Точно, точно. Смотрите про скотч. Он у вас будет, скорее всего, широкий. Да, от полосок у вас остались, от цветных полосок остались вот такие кусочки подложки. Что вы делаете? Вы скотч наклеиваете на блестящую сторону. Сейчас я вам покажу. Вот так вот наклеиваете. Он у вас широкий, будет примерно где-то 12 миллиметров, наверное. Давайте мы догоним такую толщину. Да, вот у вас такая толщина скотча будет. Что вам нужно будет сделать по линеечке? Просто нарезать его. Раз. Два. Сколько вам там нужно, уже это от вас зависит. Вот так получается. Просто нарезаете. Знаете, почему обязательно наклеить на подложку? Потому что вы не сможете его нарезать без подложки, без какой-то. Так. Виниловая пленка или обычная? Это обычная самоклейка. Не путайте, пожалуйста, с цветным скотчем. Он не подойдет. Он может подойти, если вы очень будете аккуратно работать. Он, знаете, очень такой тонкий и работать с ним очень сложно. Еще вопросы? Так, у нас еще один кейс. Это... Давайте я так покажу просто распечатки. По моей России. Давайте сделаем небольшой перерыв 5 минут и продолжим. Хорошо? Хорошо.